В общем массе прибавления, но есть, как это принято говорить, болевые точки. На очередном заседании областного правительства был вновь поднят вопрос поголовья крупного рогатого скота. По итогам первого полугодия в целом по области оно стабилизировалось и даже ушло в плюс. Однако в ряде районов спад продолжается. В эфире Акценты дня в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте. Меры господдержки животноводческой отрасли на территории Оренбуржья приносят ощутимый результат. В рио губернатора сразу после своего вступления в должность обратил внимание на негативный тренд, присущий, впрочем, большинству российских регионов. В область идет постоянное сокращение поголовья КРС. Из бюджета были выделены дополнительные средства на поддержку прежде всего молочного производства и поставлена задача к концу года минимум не допустить сокращения поголовья, а максимум прирастить областное стадо. Тенденции положительные, но есть нюансы. С начала года в сельхоорганизациях поголовья скота сократилась на 2,5%, в том числе на 3% коров. Наибольшее снижение допущено в хозяйствах Осикевского и Курманаевского районов. Совсем плохо в Гае. Территория хоть имеет статус городского округа, но в большинстве своем представляет сельскую местность, соответствующим укладам жизни и экономики. Их продолжает подрывать спад численности сельскохозяйственных животных. В период с января по июнь в Гайске округ недосчитался еще тысячи с лишним коров. Куда подевались? Частью похищены и судьба их неизвестна, минус 250 голов. Остальные проданы или пущены под нож. По словам главы, местные аграрии, напуганные массовыми кражами скота, спешат от него избавиться, выручив от продажи из обоя хоть какие-то средства. В Рио губернатор, впрочем, посчитал эту причину малоубедительной. Вот у вас какие-то чудеса происходят, у вас все там везде и всюду воруют. А рядышком муниципалитета у них почему-то нет. Может, надо в себе разобраться? У вас зам-то есть по сельскому хозяйству? Мы за что ему деньги платим? Не работает? Не платите или выгоняйте. И еще о проблемах села в целом и животноводства в частности. На дворе август месяц, свинокос давно в разгаре, а кое-где, видимо, забыли, что скот зимой нужно кормить. Заготовки кормов в Курманаевке, Северном и Сакмаре чуть более половины от плановых цифр. Распоряжение в Рио губернатора жесткое. До конца лета отставание ликвидировать. Улица Советская, дом 1. Этот адрес известен каждому оренбуржцу. Здание бывшей летки, которую часто называют Гагаринской, потому как здесь учился первый космонавт Земли, два года назад горело и стало разрушаться. Усилиями регионального правительства переведено из подчинения Министерства обороны и зачислено в список объектов областной собственности. Последствия пожара будут минимизироваться консервации здания, чтобы нигде не задувало и не текло. Плюс препятствование проникновению внутрь посторонних. Вопрос, что потом разместить внутри, соответственно, какой планировать ремонт, остается до сих пор открытым. Прежние планы предполагали и перевод кадетов муниципального неплюйского корпуса, и создание музейного комплекса авиации и космонавтики. Нужна скорейшая детализация с конкретикой. Денис Паслер потребовал этого от социального правительственного блока. Депутатов послушайте. Главу спросите города. Давайте пообсуждаем, что там потенциально может быть. Консервация же только временное решение. Нам же надо уходить в какие-то другие проектные дела. Много дел, зачастую весьма сомнительных, было в разные годы сделано и в самом центре Оренбурга. Фраза экс-губернатора Чернышева, сказанная летом 2001 года, адресованная тогдашним властям города. Я очень боюсь, что вы выройте яму в центре и потом все бросите. Так и получилось. Респектабельный торговый центр «Атриум» – пять подземных этажей, модные бутики, рестораны, автопарковка – просуществовал шесть лет лишь в виде огромного котлована, который в 2008 году перекрыли железобетоном, восстановив первоначальный вид центра Оренбурга сверху. Однако обширное подземелье продолжает существовать. Кое-какие его конструкции за 11 лет успели обветшать. И главное – объект представляет легкую добычу для потенциальных террористов. Недавние учения ФСБ и других правоохранительных структур это подтвердили. Условные злоумышленники легко проникли вниз и условно заминировали подземную площадь под Советской. И нынешнее состояние объекта создает реальную возможность совершения человеческого происшествия, как теоретического, ну и так можно предполагать, и техногенного характера с многочисленными человеческими жертвами. Добиться через суд отчуждения объекта у собственника, который давно и благополучно съехал за границу, ему нет никакого дела до какого-то там атриума, после чего уже определять дальнейшую судьбу, ставшего небезопасным подземелья. Соответствующая задача поставлена властям Оренбурга. Другую задачу им тоже придется решать в самом ближайшем будущем. После того, как наконец-то пейзаж главной городской площади избавится от недостроя 16-этажного здания на четверть разобранного 10 лет назад. Оставшиеся три четверти в течение трех месяцев ликвидируют строители одной из оренбургских фирм, после чего будет принято решение, что именно сделать на этом месте. Это были «Акценты дня». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова